так у нас на очереди костекс ки не только хадисов уран который они сами говорят на паране ты даже коран не знает они как собрано было не могут доказать как сторону уран по своим этим тупим правилам и логикам тупим правилам и логикам но ты доказал как будто как был собран куран я тоже дал вопрос на который ты молчишь какой может быть диалог теперь и говорю что абу бакар собрал комиссию на еще раз повторяю абу бакар говоришь собрал комиссию и поставил туда зайдем на сабит потому что умар сказал что после смерти кориев 70 хотя был там не 70 очень вопрос был у меня вот такой почему зайдем на сабит почему не те четыре имени которым аллах приказал обращаться и выбрать только от них урана почему этих четырех имен там нету абдуллах ибн ассоут мази бежево убай ибн к салим маулла хузейха салим маулла хузейха был погиб погиб уже но эти трое жили почему туда не включили но это я так я уже понимаю почему ты не отвечаешь это не те вопросы которые вам студентам ваши шейхи давали вам дали вот так то было вот вот это идея вот это идеальный вариант а вот за пределами этого задавать вопросы хотя бы вот эти простые вопросы если так то почему так а вы похоже что не задаете и у вас мозги не привыкли к каким-то аналитическим или критическим видом мышления но я все равно буду задавать вопросы чтобы вокруг тебя и твоих подписчиков среди них есть кто мыслит критические кто хотя бы пытается анализировать и задает вопросы вот они и цель моя они стараются чтоб доверие мусульман ушло от хадисов который к нам дошло и когда мы доказываем что это одессе достоверный от пророка саллиллах али вассалам невозможно даже усомниться потом они стараются ход даже они достоверные нам хадисы не нужны нам хватает что уран я десятый раз может сотый раз буду тебе повторять даже если все твои хадисы будут достоверные а знаешь что такое достоверный достоверный это не сам хадис а достоверные вот это передатчики этому можно верить этому можно верить этому можно верить если этим можно верить то этот хадис передам людьми которым можно верить не сам хадис еще не сам матем не сам текст хадиса еще не проверен бухари не проверял сам текст хадиса он только проверял передатчиков. И то он сам физически не сможет, потому что 250 лет, сколько-то поколений, 8 поколений. Он только слухи собирал. Слухи собирал. Иван говорит там про Петю, Петя говорит про Сашку, Сашка говорит про Димку. Вот так вот. А ты говоришь докажем. Ничего ты не докажешь. Ничего ты не докажешь. Сами авторитеты не могут до сих пор доказать. Вот Альбания выходит, говорит, это Сахих, а эти говорят, да кто такой Альбания? Это не Сахих. И приводят доказательства аят из Кур'ана. И говорят Мы ничего не упустили в Писании. Стоп, 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 стоп. Кто тебе когда привел этот аят? Я привел тебе аят, единственный аят, первый. Третий аят, седьмой суры. Иттаби'ау ма онзиля илейкум мир раббикум. Это прямой приказ следовать тому, что не спослано от нашего Господа. И был вопрос, следовал ли пророк этому аяту? Следовали ли сахабы этому аяту? Ты говоришь, кто последует только Кур'ану, он мунафиг. Вот теперь силлогизм, да? Знаешь, что такое силлогизм? Если А это Б Если это С это тоже Б то получается, что это А это С Напиши себе в бумажке и потрать над этой формулой. Если говоришь, что те, кто следует Кур'ану, это мунафигы, а Кур'ан приказывает следовать только Кур'ану, и пророк как первый получатель и как примерный покорившийся Аллаху мусульманин следовали только Кур'ану, тогда получается, что по твоей логике получается Мухаммад алейхиссалам и вместе с ним его последователи хотя бы первые последователи все поголовно были мунафигы. Твоя логика приводит к этому. Ты у тебя охватит ли смелости и мужества сдержать свою логику до конца и признать, что ты попал в тупик. Но ты до сих пор не выделяешься ни интеллектом, ни смелостью, ни мужеством. Ты читаешь там данные какие-то бумажки, но не более того, к сожалению. Второй аят они приводят недостаточно ли им? мы мы к ним не спасли, мы к тебе не спасли писания, которые читают над ними. и фидаликов. Это милость Аллаха, милость и поминание для верующих людей, народов. аят они говорят Аллах нам объясняет, что нам Куран достаточно и в Куране мы ничего не упустили. В первую очередь, это доводы, это неуместно здесь, что нам хадисы не нужны. Во-первых, мы посмотрим, что означает, мы не упустили в писании ничего. Он приводит два аят и везде, в обоих аятах Аллах говорит, мы не упустили ничего в писании, в книге. И разве недостаточно того, что мы не спасли книгу. И он хочет нам внушить, что Аль-Китаб в обоих аятах. Это потусторонняя книга, не эта книга, потусторонняя книга. Комиссия ситуации в том, что эти два аята говорят о книге, это первый пункт его силогизма. И второе, и второе, эти книги в аяте это не хуран, а тогда что? Это потусторонняя ла-ху-л-махфуз это у самого Аллаха. Не это неспосланная книга, а потусторонняя неведомая нам тайная книга. Хорошо, тогда что? Вывод тогда что? Следуй Бухари. Это вот такую логику вы нигде не найдете. Ни у Соловьева, ни у Познера, ни у кого не найдете. Представляете? Смешно даже, извиняюсь. И посмотрим, что вы сказали этом сами арабы, которые понимают арабский язык, и они были учениками пророка саллиллаху алейхи ва саллиллаху и арабами. Вот видите, какое преимущество. Если араб, если знает арабский язык, если были учениками пророка саллиллаху алейхи ва саллиллаху, кто кто это нам говорит, это сами эти ученики пророка, не несколько лет назад, несколько веков назад, аббаси и когда собирали и писали, они придавали статус этих рвоятов кому-либо из сахабов. Я могу, например, сидеть тоже дома и говорить, вот Украина станет чемпионом Европы, ну, скажем, золотой мяч, лучший игрок чемпионата получит, ну, скажем, Зинченко. Есть такой футболист в сборной Украине. Но как лучший тренер обязательно будет Шевченко. Это тренер украинский. Понравится это вам? Уверен, что понравится. Аббасиды, когда пришли к власти, самые высшие ранги это знание Курана, толкование Курана, кому будем приписывать. Конечно же, нашему предку, Абдуллаху Ибн Аббасу. Почему? Ну, потому что Аббасиды, это потомки Аббаса. Абдуллах Ибн Аббас, это вот их, их родственник. Все, все лучшие предания, все лучшие признаки предавать Абдуллах Ибн Аббас. Знание Курана, толкование Курана. Как будто даже пророк делал дуа за него. Аллах сделает его знатоком Курана. Когда вот эти рваяты задним числом придуманы и написаны, куда тут денешься? Тогда остается просто самые легкие вещи. Написать какой-нибудь рваят и вначале написать Калла Абдуллах Ибн Аббас. Все. Если Абдуллах Ибн Аббас сказал, это значит самые тайные, самые глубинные, самые сокровенные вот это и есть. А это может написать любой проходимец. И вот послушаем, как они приписывают вот эти толкования Абдуллах Ибн Аббасу. Сподвижники пророка как толковали этот аят. Что означает здесь Писание? Он хочет сейчас нам внушить, что в Куране Аллах говорит Аль-Китаб это не Писание, это не Куран, это потустороннее, тамошнее. Мы не упустили Писание ничего. Все, что есть, у нас Писание есть. И они говорят, это Писание здесь, это Куран, в Куране Аллах ничего не упустил. Чтобы этот аят понят, мы должны прочитать предыдущий аят. Аллах в Куране говорит Все, что ходит по земле животное и птицы, которые летят над небесами, они тоже, как вы, являются умом. Община. На вас подобные кушают, живут, спят. Это же умма Амсалу Маа Фарратна Фелькита Умма это то, что кушают, едят и спят. Если сказано умма, то это значит объединенное общими, 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 общими признаками. Вот. Умма мусульман объединено чем общим? Верой в Куран, верой в Мухаммада, верой в то, что неспособлено до этого. Умма христиан объединено чем? верой в Иисуса, в Инджиль и тому, что неспособлено до этого. А то неспособлено после Мухаммаду и Курану они не верят. Умма иудеев они тоже веруют то, что неспособлено им, а после этого они отвергают. И Иса, и Мухаммада, Инджиль, и Куран они отвергают. Вот. то, что то и есть Умам. И Аллах не спосылает книгу, Куран, где указывается тема как верующих в Куран, как уверовавших в Инджиль, так и уверовавших в Тору. Вот так Аллах не упустил ничего в Писании. То, что нужно для темы, ничего не упущено. А что такое тема Курана? Вопрос тебе задам, Костегский. почему в своих эфирах ты не проводишь дискотеку, если задать вот такой вопрос. В Хуране в самом начале сказано какова вообще вот эта книга. Главная центральная идея, основная цель вообще не спасла этого Писания, этой книги указать правильный путь Мут-Тахи Багобоязненным и дальше в Аятах дальше в сурах до конца Курана Аллах будет не спасать аяты, которые служат этой цели. Один был шейх, тоже салафит, спрашивает, вот почему в Хуране нету рецепта как суп сварить? Ну вот найди мне. Вы же говорите, что в Хуране все сказано. Да, мы говорим, что в Хуране все сказано. Ну вот найди мне как суп сварить. Это шейх спрашивает. Видите, какой уровень садык, а как же его звали? Самаркандский, садык самаркандный. Найди мне как суп сварить. Ну вот такой вот абсурд. в Хуране вы не не хотите, если вы боитесь, богобоязненны, мутахи, именно вот этот, и он есть. Если вы опасаетесь наказания в аду, то вот этот плохой путь, остерегайтесь этого, это это приведет в ада. Вы хотите, если попасть в рай, вот это правильный путь, вот идите вот по этому правильному пути, это приведет вас в рай. И очень просто. Не надо искать там, как сварить суп, и не надо искать там птицы, как кушают, как спят, как летают. Как сказал Ибн Аббас. Кто это Ибн Аббас? Дурный брат пророка саллиллаху алейхи ва салям, который пророк делал дуа Аллаху мафа киху фиддин ва лимху тауил. О Аллах, дай ему понимание религии и дай ему знание толкования Корана. Настолько смешные рвуэты. Это по их рвуэтам, когда Абдуллах ибн Аббасу было всего пять лет. Пятилетний младенец, ну, мальчик, пятилетний мальчик, который сам не был участником всех вот этих событий, в связи с которыми был неспосланный аэт. Он этого не видел, но физически не мог видеть. Вот он будет знатоком Корана. Первые мусульмане, которые были рядом с пророком с первых же дней из послания Корана, они нет. Именно Абдуллах ибн Аббас. Кто это говорит? Потомки Аббаса, которые пришли к власти и пишут вот эту историю и распределяют статусы между прошедшими поколениями. Это колхознику ясно, что каждый будет тянуть одеяло на себя. Он толкователь Корана из подвижников. Один из лучших толкователей Корана. Он говорит мы ничего не оставили, не упустили, говорит Аллах, мы не упустили ничего, кроме как мы его написали ум китап. Это лауху махфуз. Стоп, стоп, стоп. Ум махфуз это лауху махфуз. Это кто? Абдуллах ибн Аббас говорит или ты сам от себя включил сейчас? Если сам от себя включил сейчас, то это ложь на Коран и полная невежественность тебя. Он Аллах Тот, Который не спасал тебе китапа. Там тоже самое Аль-Китап. Минху из него, из этого писания аятам махкаматум хунна ум китап. Аллах не спасла книгу, там аяты махкамату, они ум китап. И где у нас получается ум китап, матерь писания, в этом писании. И где это писание? Анзала Алейка уже не спослан тебе. Кому? Мухаммаду. Так что ты пролетел по серьезному. Ты пролетел по серьезному. Кроме как мы его написали, храними скрижали ум китап. этот Ибн Аббас толкует это и предыдущает нам это объясняя, потому что все, что делают птицы, как в вашей жизни написано, как нам рассказали, что мы делаем от начала до конца написано филях аль-махфуз аль-кадар так же лав-фил махфуз аль-кадар аль-кадар кадр это у них все, что мы будем делать уверовать не уверовать делать грех или доброе это все заранее написано как сценарий сценарий пишет этот актер пойдет скажет то этот актер пойдет сделает то это они сами недобровольно делают а сценарий написал продюсер их научил делать вот так вот камеры я снимаю вот так вот вы видели где-нибудь актер и они например снимают фильм но там в фильме такая сцена там драка хорошего парня с плохим парнем и хороший парень убивает в конце но там пули ничего там не настоящая но стреляет и убивает и говорит смерть Америки вот фильм сняли все и потом приходит полиция забирает его почему ты сказал смерть Америки и убил человека а он говорит нет я его не убивал я просто произнес то что написано сценарий нет ты это произнес вот ангелы это записали ты пустил пулю но она же пустая холостая пуля нет а вдруг если там было заряженное огнестрельное но ты же спустил на курок все мы тебя бросаем в ад это у них кадр вот такой Аллах сначала все написал то что мы будем делать все наши грехи включительно и потом делает спрос за то что мы исполнили как авторы это было придумано когда умеяды убив потомков пророка не смогли найти оправдание перед умой вот тогда они как как последний спасательный круг взяли у христианских у христианских этих как же его звали абу яхья домашки по-моему был секретарь у муавия христианин он дал им вот эту доктрину скажите что есть хадар что все заранее расписано ничего без воли аллаха не происходит то что вы убили хусейн ив икин и его в е если Constitution так что вы выступать против предопределения Аллаха. Смиритесь. Вот вера в Аллаха в его Малайке, Писание, Русулии, последний день и включили еще последнее. Вера предопределенная. Со всеми хорошими, со всеми плохими моментами. А этого нет ни в Хуране, ни нигде. Это умеяды, чтобы спасти этого, как его, Язид ибн Муавия. Придумали. А этот то ли не знает, но скорее всего не знает. А этот шейх повторяет это. Хадар, все заранее написано. Ничего подобного. Аллах в этом Писании ничего не упустил. Что было приказано Баня Исраиль, что они сделали, чего они не соблюдали. Вот это есть, это все есть. Это как раз то, что относится к теме Ниспослания Хурана. Что было сказано насраны христианам, что они смогли соблюдать, что они не смогли соблюдать. Это есть. Это относится к теме, да. Другое, если туда включить, как, например, как сварить суп этот самарканский. Это не к тему. Аллах такие абсурдные вещи, как бы вам не хотелось, меня не спасает. И в этом Писании, в этом Писании есть то, что было до вас и то, что нужно вам сейчас. Жизнь животных на земле и птиц на небесах, их жизнь тоже так же, их жизнь и пропитание тоже написано, где? Ум-муль-китар. Это означает толкование этого аята. Ум-муль-китар ты пролетел полностью. Мукаталин Ибн Сулейман это вот самые-самые старые толкователи. Он тоже говорит, как будто, что Аллах говорит, когда говорит китаб, это потустороннее, что это тайное. И как нам быть, если не послал книгу, говорит, вот мы ничего не упустили, следуйте этому. И если хотим следовать, ты говоришь, нет, это не то, что говорит то. Это не та книга, которая говорит книга. А где эта книга, мы не знаем, это тайная. И что нам делать? Теперь, что нам делать? Они говорят, следуй Бухарии. Это первый аят, то, что они переводят и говорят, толкует этот Коран. Это мы говорим, это не здесь имеется в виду не Коран, здесь имеется в виду хранимые скрижали. Хранимые скрижали. Хорошо. Хранимые скрижали. Аллах говорит то, что там невидное, непонятное, не спасло эту книгу, мы ничего не упустили. Вот упустил же. Это их не волнует. Но потом они говорят, и что нам теперь делать? Следуй Бухари. И что? Вопрос решится? В Бухари получается ничего не упущено, да? Говорит, нет, тоже упущено. И что делать? Следуй нашим ученым. Вот это самая последняя остановка. Следуй нашим ученым. Вот это то, что они хотят от нас добиться 1400 лет. Следуй нашим ученым. И что тогда будет? Ну, ученые что хотят, и будет. Ученые что скажут, то и будет. Это самое что есть ширк. Эти предыдущие общины взяли своих раввинов, своих первосвященников господами помимо Аллаха. как они взяли они перепоручили все божественные полномочия своим ученым. Вот так вот через механизм воздействия манипуляции и так далее. В конце концов они сбились и были обречены на унижение. Ты хочешь унижить эту уму Костекский? Этот короткий аят разъясняет Аллах в другом аяте сурата Юнус 61 аят. Посмотрим. Что Аллах сурата Юнус ты же должен как шейх наизусть знать эти аяты. Как можно вот так позовиться? Аллах Коране говорит 61 аят одно и то же там сказали мы не упустили писание ничего. Аллах говорит более разъясняет говорит ничто не скроется от твоего Господа даже мельчайше чем частицы на земле даже на небесах все что Аллах знает даже меньше чем эти частицы не скроется от Аллаха и больше чем эти частицы кроме как это все написано в ясном писании что здесь означает что здесь означает это означает что ты толком эти аят не знаешь в первой суре шестой суре 38 восьмом аят там сказано алл алл китаб алл ма фарратна и дальше алл китаб а здесь в шестнадцатом аяте десятой суры сказано фи китаб алл нету нету это означает по законам китаб это закон аллах все установил по четким законам и ничего за пределы этих законов не происходит но вы это тоже не будете понимать вам надо еще более более простым текстом говорить то что происходит в природе вне человека действует по установленным законам солнце движется птицы птицы летают то что ползает по земле они действуют по установленным законам вложенным в них почему потому что у них нету выбора и ответственности сделать зло или не делать зло отвечать в судный день или нет у них нет такого аллах не дал им такую возможность чтобы проливать кровь во всем мире или уничтожать целые поколения но человеку человеку аллах дал чуть больше потенциала интеллектуального и физического потенциала и возложил на него ответственность выбирать одно из двух правильное неправильное вера или неверие делать добро или зло и возложил на него ответственность за этот выбор он будет за все отвечать птица там камень дерево не будут отвечать потому что на них нету такого такой ответственности а у человека есть в шестой суре 38 аяте Аллах говорит в этом писании в Куране мы не упустили ничего что человек в чем человек нуждается для того чтобы остерегаться от пути ада и найти путь ведущий в рай в шестнадцатом аяте десятой суры или шестьдесят первым аяте десятой суры там говорится о природе без участия человека почему потому что вначале алиф лам нет это только абстрактная закономерность абстрактная закона это оба аят первый аят мы разъяснили кто растолкнул аят это самые лучшие люди после пророка подвижника пророка и после этого они которые самые лучшие знают арабский язык потому что они арабы и что не было которые не арабы которые ислам зашили и не испортили арабский язык сами арабы принимают христианство и что с того нам тоже последовать за ними они тоже сначала прочитали хуран они тоже прочитали инжиль потом говорят инжиль более хороший и более правильный Ибн Аббас, двородный брат пророка Один из лучших Сподвижников, который толкует Как один из лучших сподвижников Ему было 5 лет Ему было 5 лет Как он может быть лучшим сподвижником Не надо повторять Пропаганду аббаситов Аббаситы ушли Все, его пропаганду тебе никто платить не будет Оставь Если ты ученый Отнесись ко всему Как ученый Научно Без эмоций и без пропаганды Наилучший Чем ты меряешь он наилучший Чем ты меряешь наилучший Он что тебе приготовил там плов Узбекский Лучше всего тебе понравилось Или шашлык тебе сделал Вкуснее других Чем он наилучший Ты посчитал там кто-то хвалит его Так хвалит всех сахапов Растолковал Уран Он говорит Здесь толкование Означает что Аль-Китаб Хранимый скрижаль Хранимый скрижаль Чтобы отвлечь Главный секрет Здесь такой Чтобы отвлечь Отдалить От Урана Придумывает Все что угодно Или потусторонние Далекие от нас Или потусторонние Далекие от нас По хронологии Ибн Аббас Сказал то-то Мухатли ибн Сулейман Сказал то-то То-то Сахабы сказали то-то В конце Получается Что человек Который взял Открыл Куран Он остается Безысходным Или там сказано Про потусторонние Или там сказано Про потусторонние И после этого Табииня Я привел их Как раз толковали аят О Уже Табииня Вот видите Сколько сотоварищей Получается Аллаха Аллах учит Через Посредством Своего Писания Говорит Все мы раскрыли И появляются Другие сотоварищи Сначала Кто был Абдуллах Ибн Аббас Был Потом Мукатил Ибн Сулейман Потом еще Мы там Перекинули Сколько-то кадров Табииня Уже получается Аллах И рядом Еще Три сотоварища После этого Приходят Вот эти Так называемые Караниты Так называемые Караниты Мне нравится Как он Любовно Называет нас Так называемые Караниты В самом деле Зиндики Мунафики Мунафики И говорят Нам хадисы Нужны Нам хадисы Не нужны Да Мы говорим И что с того Ура К голову Морочишь Простым Людям Мне Эти Фокусы Не пройдут Ты не провел Ни одного Растолкования Пророка С подвижников Не нуждаемся Даже хадисы Пророка С подвижника Уже появляется Еще Четвертый Сотоварищ Аллаха Который Объясняет Приказы Аллаха Субханалу Аллах Нам приказывает Что-то делать И пророк Нам разъясняет Как его делать Этим тоже Мы не нуждаемся Даже Мы разъяснили Что это не означает Куран Здесь означает Китаб Писание означает Храним и скрижали Как ты разъяснил Ты привел Два мнения Два мнения А я привел Третье мнение Наоборот Мое мнение Больше Основано На самом Куране Аллах Не оставил Ни одну Из ум Там же сказано Умам Ни иудеев Ни хадисов Ни христиан Ни мусульман Ни все остальное Человечество Да Именно Эта ссора Как раз Об этом Главная Центральная идея Именно об этом Это шестая ссора Анаам До этого Есть пятая Четвертая Ссора Которые Берут Темы Аль-Ладин Анаам Таалейхим Аль-Магдуби Аляхим Аб-Даллин Аб-Даллин Это те Которые Не знают Ни Курана Ни предыдущих Короче Все остальное Человечество Или же Четвертая Пятая Шестая Суры Отдается Это те Которые Веруют То что Ниспослано Тебе Это Четвертый Сурет Ниспослано До тебя Это Пятый Сурет И Об остальных Тоже Не сомневаются Об остальных Это Обо всех Других Народах И Цивилизациях Ну Ты Привел Два Мнения И говоришь Вот Разъяснили Доказали Даже Если Означало Это Куран О Видишь Они Сами Уже Подсознание Знают Что Это Означает Куран Даже Если Это Даже Если Означает Куран Это Значит Да Вы Можете Доказать И Нас Прижать К Стеньке Но Тогда В таком Случае Такой Запасной Козырь Даже Там Нет Далил Что Мы Не Нуждаемся Сунна Пророка Салли Аллаху Алейху Асаллам А Какой Тебе Должен быть Далил Если Сказано Вот Мы Ничего Не Упустили Как Вы Как Вы Объясните Хадисы Вы Сами Говорите В Куране Вот Это Упущено Это Объясняют Хадисы В Куране Аллах Упустил Вот Это Как Читать Намаз Где Держать Руку До Какого Места Как Бросать Камень В Хаджи Этого Ничего В Куране Нет Это Значит Ты Хочешь Этим Доказать Что В Китабе В Куране Аллах Упустил Все Таки Ты Хочешь Этот Аят Отвергнуть Аллах Говорит Мы Не Упустили Ты Хочешь Доказать Со Своими Этими Аргументами Нет Аллах Упустил Более Конкретно Если Сказать Что Ты Хочешь Сказать Аллах Лжет Я Говорю Правду Вот Бухари Дополняет Восполняет То Что Аллах Упустил Если Кто То Скажет В 6 Суре 38 Аллах Говорит Не Упустил Нет Аллах Упустил Вот Бухари Восполнил Мы Ничего Не Упустили Сколько Можно Повторять А Так Ничего Не Упустили Если Общим Обобщенным Если Сказали Тогда Там Это Не Только Однотомная Куран Была Тысяч Нитомная Весь История Которая До Нас Была И После Нас Была Если Написали В этом Куране Тогда Ответь Меня Почему У тебя На канале Ты Не Проводишь Дискотеку Костякскую Если Ответишь То Это Значит Ответишь На Своё Возражение Почему Аллах Не Спасал Однотомную Книгу Они Все 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 От Начала До Конца Многотысячные Вот Почему Ты Не Проводишь Дискотеку Вот Это И Есть Ответ Если Для нас Нужны В религии И в Дуне Написано Было В Куране Если Скажешь Только В религии Там Нас Нужно Написано Почему Ты Ограничиваешь Только Религии Аят Мы В Куране Ничего Не Упустили Даже В религии Основу Религии Ничего Не Упустили Что Нам Приказано Было Шахада Верить Аллаха Почему Не Упустили В Куране Есть Я Амин О Уверовавшие Веруйте Вот 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 В те Веще Чего Ты Говоришь Что Они Упустили Намаз Хадж Ураза И так Люди Делали Они Хотят Внушить Своим Людям Как Будто Люди Тогда Не знали Ни Намаз Ни Хадж Ни Ураз Ничего Этого Не знали Как будто Вот Вчера Спустились С другой Планеты И теперь Пророк Ходит И как Мула Они Потому что Почему Потому что Люди У нас Вышли Из Атеистического Союза И не знают Что такое Закад Что такое Намаз Как Делать Хадж Поэтому Мулы Нашли Свою Нишу В этом Секторе И говорят Вот Мы Научим Вас Как Делать Намаз И Представляют Воображают Что Пророк Тоже Самое Делал Он Ходил Учил Людей Как Делать Намаз Давайте Я вам Сейчас Покажу Как Делать Намаз Руки Вот Так Сидите Вот Так Как Мулла Учит Маленьких Детей В медресе Нет Люди До Этого Совершали Намаз Люди До Этого Совершали Хадж Мекка Была Центром Хаджа Центром Религиозной Жизни Люди Всегда Двадцать Двенадцать Месяцев В году Семь Дней Неделю Ездили Туда Совершали Хадж Умра Читали Намаз И Если Придет Кто-то Если Придет Кто-то И Скажет Вот Я Посланник От Аллаха Я Пришел Научить Вас Как Делать Намаз Как Делать Скажем Ураза Как Держать Ураза Это Будет Смешно Вот Найди Мне В Куране Хотя Один Аят Пророк Пришел Чтобы Научить Вас Как Делать Намаз Есть Есть Такой Хотя Один Аят Или Ахимус Салат Ты переводишь Как Читайте Намаз Почему Рядом Нет Читайте Намаз Но Как Читать Спросите У Посланника Или Выплачиваете Закат Как Выплачивать Закат Люди Будут Спрашивать И Рядом Ссылка В скобках А Как Выплачивать Закат Спросите У Посланника Он Вам Все Объяснит Я Ему Не Спасал Параллельные Вахи В Хуране Нет Параллельные Ненаписанные Вахи Вот Он Вам Объяснит Как Выплачивать Закат Есть Такое Хотя бы Пол Аэта Нет Ничего